Добрый день, дорогие друзья! Вчера вице-спикер парламента страны Петр Толстой признал, что государство проиграло кампанию по пропаганде вакцинации. Почему это произошло? Сегодня в записках горожанина. Поехали! Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала НТВ заявил цитата «Пора сказать прямо. Информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Считаю, что ученые-эксперты не смогли проявить себя в этом направлении. Подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. Очень здравые слова. Понятно, откуда вдруг такая искренность у государевых мужей. Уже который день Россия ставит рекорды по заболеваемости модным вирусом и уже перешагнула трагическую отметку в тысячу погибших за сутки, по данным медиков. По словам Толстого, нужно объяснять людям, объяснять, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан, говорит вице-спикер. Вот. Ключевое слово «объяснять», а не «заставлять». А пока про вакцину нам объясняют актриса Мария Шукшина, оперная дива Любовь Казарновская, журналист Андрей Караулов. Нет, ну есть, конечно, доктор Мясников и Елена Малышева, но их не слушают, не верят. Шукшино и Казарновская верят. Потому что активно говорить они начали после слов академика Чучалина, сказанных Владимиру Путину. О том, что с вирусом мы живем всю жизнь, и о том, что надо делать. Чучалин, к слову, говорил это президенту еще в феврале. А еще о странностях вакцинации говорили и говорят иммунолог Галина Кирильчева, доктор Вячеслав Боровских, профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. Их много. Экспертов и общественных деятелей, которые пытаются разобраться в этом вопросе. Значит, у них есть вопросы. И что делает власть? Может быть, объясняет? Нет? Подневольные, назовем их так, медиаресурсы травят и троллят. Ту же самую Марию Шукшину. Или вот еще пример. Послушайте, что говорит глава администрации Тольятти Николай Ренц на тему другого, иного мнения о вакцинации. Да, профессор. А это ничего не значит. Объяснение? Да ничего не значит. Это никакое не объяснение. А что значит-то для доктора Ренца? Что значит? Вот его реплика про риск заболевшего гриппом. Если вы валите так, что вы можете напориться с тобой, ну и слава Богу, вы заравливаете им. Я хотел сказать только одно, что если вы с гриппом взгляните, а такая клиника очень схожая, в каверийный госпиталь, и будете непривидны, шансов там заразиться у вас в тысячу, в миллион раз выше, чем если бы вы были привидны. Вот что я. В тысячу. В миллион раз больше. Вот это вот чиновник объясняет? Что именно объясняет? Это и так понятно. Интересно, что власть не слышит, ну скажем так, предложений от горожан по той же самой пропаганде. Бюджетных предложений, которые в той же администрации в новейшей истории было несколько. Критикую и предлагаю, это тоже понятно. Что же делать сейчас, когда статистика давит своей трагичностью? Когда власти расписались в своем бессилии в информационной работе? При этом понятно, на государственных и муниципальных ресурсах объявления о вакцинации, мимо которых население проходит молча, звучат денно и ночно. Так вот сейчас остается два пути. Это принуждение и эмоция. Но эти грабли значительно дороже. И власть на них уже наступила в очередной раз. А потому что она не слышит. Потому что она просто не объясняет. Вот поэтому и наступает на эти самые грабли. Но так-то главное, чтобы их не заставили Богу молиться. А то ведь расшибут лоб, как в известной поговорке. Это были записки горожанина. Ставьте лайки и комментарии под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok